Ольга Владимировна Шиловская Вебс. Культорганизатор муниципального бюджетного учреждения культуры «Этнокультурный центр Бабаевского района». Руководит вокальными коллективами «Реченька» и фольклорным вебским коллективом «Гегут». Вошла в число победителей конкурса на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и поощрение лучших работников сельских учреждений культуры в 2023 году по направлению культурно-досуговая деятельность. Неоднократно представляла Бабаевский район на международных и всероссийских мероприятиях. Ежегодно организует и проводит акцию «Диктант» на карельском и вебском языках. Имеет трех детей. Доброго здравия тебе, дорогая, любимая и такая бескрайняя, как сегодня выяснилось, Вологодская область. Меня зовут Богатин Роман и это наш проект «Свои, да наши», где мы рассказываем о таком большом многонациональном народе Вологодской области. И сегодня мы в Бабаевском районе, в деревне Горка. И мы имеем честь вообще побеседовать вот в такой вот аутентичной деревенской атмосфере со славным представителем вебского народа Ольгой Владимировной Шиловской. Вепсы. Малочисленный народ финно-угорской языковой группы, традиционно проживающий в России на территории Республики Карелия, Вологодской и Ленинградской областей. Считают, что наиболее ранние упоминания вепсов относят к VI веку н.э. До 1917 года вепсы официально именовались чудью. Этноним вепсы распространяется уже в современное время. В деревнях в бытовой русской речи также употреблялись названия чухари или кайваны, которые часто имели шутливо-ироничный оттенок. В апреле 2006 года народность была включена в перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. Ольга Владимировна, уже, да, добрый вечер. Терфин Елат. О, да. Да. Я хотел сказать салам алейкум, но это у нас из предыдущих частей нашего выпуска. Расскажите, это называется, про ваши корни, да, откуда ваши корни вообще? Ну, пондола, это коз деревень, в деревне Никонова гора я родилась. Родители колхозники все разбили, мама дояркой, папа трактористом. Так что приучены к сельскому труду и к сельскому хозяйству мы в детство. Все время помогала маме на ферме. Ну, что, до шести лет я вообще не знала русского языка, общалась только. Общались мы, да, и на вепском, у нас утро начиналось. И, ну, все, короче, и быт наш, сели за стол, мы постоянно разговаривали на вепском языке. Ну, в школе уже у нас первая учительница наша, хотя была русская, тоже с нами выучила вепский язык и потом уже общалась с нами. И нас вот научила. Три класса мы закончили в Пондале. Затем нас возили в интернат, куе вот здесь сегодня были на древе жизни. Жили в интернате пять дней. Возили и на тракторах, и на гусеничных тракторах, потом уже автобусы и открытые машины. Да, вот было. В детстве вспоминается хорошо. Как у вас вот люди были, собственно говоря, такие очень практичные, у них была деятельность. А как вы попали в культуру? Ну, не скоро я попала в культуру. Я закончила Сокольское педагогическое училище, была сюда по направлению отправлена в детский сад. На работу. После закрытия детского сада, когда начали платить альтернативу, будем так говорить, мы перешла на ферму, дояркой пошла, потому что, говорю, с детства была приучена к этому труду. Ну, работала и в колхозе, и в кладовой, и на заправке. И вот 13 лет назад у нас вот место освободилось, и меня взяли. И вы не подвели? Ну, думаю, что да. Думаю, что не подвела. Здорово. Вот если говорить вот так вот, грубо на пальцах, да, как вы могли бы в целом авторизовать вообще вепский народ? Вот, может быть, эту вепскую культуру? Думаю, что язык у нас все-таки, да, вот, фольклор какой-то сохранился. Очень жаль, что поздно этим мы стали заниматься. Есть как бы уже это все, но мы к этому поздновато пришли. Ну, что еще? Ну, наше, да, национальное блюдо, я думаю, что тоже как бы. Ну, что еще? Праздники, праздники у нас. Мы сегодня в славном Бабаевском районе, который славится своими реками, озерами, лесами первозданной красоты. Сегодня у нас здесь проходит межрегиональный фестиваль вепской культуры. Праздник Древа Жизни впервые прошел на Вологодщине в 1988 году в деревне Берег Бабаевского района на реке Ивода. Древа Жизни на вепском Илан-Пу – праздник вепской культуры, направленный на сохранение национальных народных традиций и языка вепсов и передачи традиций от поколения к поколению. Символ праздника – образ священного дерева, отображающий связь между прошлым, настоящим и будущим. Проводится ежегодно во вторые выходные июля. Поэтому очень все интересно. Пойдем знакомиться с людьми, спрашивать, как они готовят свои вот эти национальные штуки, классные уку, калитки, рыбу и так далее. Вперед! На курганах нашей древней леси, там их не запамятны племен. Проживают русские элитцы, там на дружбе сохранить закон. Этой дружбе целые столетия, не разрушить, не сломать варе. Над полями греет вольный ветер, где живет свободный человек. Пою тебе, любимый векский край, твоей природою цвети и расцветай. И даже если будет трудно, так и знай, я не стремяю ни за что свой векский край. Я вообще слышал, очень многое связано именно с хозяйкой, с хозяином. Вот есть у вас тоже у вебсов хозяин леса. Это когда ты заходишь, ему нужно бы монетки какие-то кинуть. Нет, мы как бы просимся, там пришли в лес, да, хозяин и хозяюшка, помогите там нам. Дословно, я вам не буду говорить. Да, и когда урожай, там собрано все, что это в лесу, зачем пришли, да, и благодарность, конечно, это всегда у нас. А потом еще есть очень интересное в бире. Это через щуки. Видела я такое, да. У вас, на самом деле, водоема тут столько, водоема, кстати, да, что этих щук, тут просто вот сегодня даже мы ели уху, там стояли огромные чаны, и просто эти ухи были и со щукой, и со всеми. Наверное, полостом занимаются. И вот, кстати, вкусная очень, вот именно с наших озер, потому что вот у нее нет никакого привкуста, ничего такого, да. С этой чистой водой, да, потому что сегодня, например, когда готовили водуку, то есть ее не специально привозили откуда-то, как у нас на праздник как-то делается, это просто зачерпывали оттуда, и абсолютно нормально, никакой накипи никаких этих... Отличаться. Николай, да, у нас, давайте я сначала представлю нашего шеф-повара, который, или как вообще это называется, человек, который готовит... Ну, в принципе, рыбак. Рыбак, да. Который вот на рыбалке вы... Да. Николай, вы местный житель, да, вы тут... Вот расскажите нам об особенности приготовления такого замечательного национального русского блюда. Ну, все секреты, конечно, выдавать как бы... Это да. И это село, но вот как я варю, закладываю все, и рыбу, и картошку одновременно. Одновременно? Но в холодную воду. В холодную воду. Чтобы вода была холодная, иначе развалится. В холодную воду довожу до кипения, соль определенного количества, у меня уже по емкости знаешь, сколько соли, соль. Когда довариваться лук, перец, лаврушка, все. Ну, а там ингредиенты-то какие? То есть это рыба мелкая, большая какая вот? Рыба, как она ловлена, разрезана на кусочки. Картофель крупным кусочком нарезал, чтобы уха не любить мелкой картошки с таким. Я вот слышал одну такую легенду о том, что уха должна быть приготовлена в воде, в которой она, собственно говоря, была выловлена. В принципе, да, она вкуснее. Но у нас эта вода взята вот с этой водой. То есть и нормально, да, все? Я вот еще знаю такую историю. У меня отец сам из Белозерского района, родом. И у них, например, перед тем, как уже совсем подавать практически к столу, туда еще водки добавляются. Не добавляют. Не добавляют? Нет. Я уже сам больше 16 лет не принимаю это дело. Так что я и... Понятно, понятно, понятно. Тут все вкуснее и вкуснее становится, да. И вот сейчас нам Лида Алексеевна расскажет про главное, практически одно из главных, да, национальных блюд вепсов, да. У нас главное, это национальное блюдо. У нас сегодня еще каша едет. У нас коросты самое главное национальное блюдо. И пидгазы вепски от... Так, а это что? А это рогусские, робелька. Давайте расскажите, как они... Про робельки, да? Да. Вот давайте про робельки расскажу. По-вепски рассказывать или по-русски? И так, и так. И так, и так. Ну, давайте. Курочку, значит, мы делаем, да? Берем сметану, по-нашему, кандатос. Уложим туда яичко, мунайзен. Вот сольце маленько и замесиваем крутое тесто. Тесто замесиваем из зеленой муки и из белой. Это ругиш гяух и ваугит гяух. И замесиваем густое тесто, раскатываем потом, как типа блина. И делаем начинку. Начинку делаем. Начинку делаем, вот из картошки, если, да? Варим картошку, делаем пюре и добавляем туда яички. Яички добавляем, масло сливочное и молоко. И все. Понятно. И соль. Выпекается это все в печи, да? В русской печке мы пекем. Да, в русской печке пекем. Ага, у нас русская печка до сих пор, если в салтране на. Потому что мы еще в русской печи пекем и варим, и все делаем. Вот ругушки нравятся всем. Без разницы, мне кажется, да? Вот есть еще, вот сегодня у нас уже закончились, вот пир газет. Маги дать пир газет, в садке пирожки. Вот те нравятся тоже всем, и взрослым детям. А вот про, говорила про коросты, да, вам. Это истинное национальное блюдо. Вот если привезут кашу, вы подойдите, у нас корочки-то привезены, а каши нет. Вот подвезут кашу сейчас вот дети у меня. И мы вас даже упустим, напорним. Нам надо что-то на вепском, чтобы вы сказали. Давайте. Ну как, например, приятного аппетита будет? Юля тиля. Юля тиля. Юля тиля. Юля тиля. Юля тиля. Юля тиля. Ну в общем. И мы что-нибудь споем. Давайте. Я даже могу сейчас спеть. Давайте сейчас. А сейчас, давайте сейчас спорим. Ну давайте. Я просто урядову. Ну, ну круто, круто, круто. Девчонки, как вы сюда попали сегодня? Нас попросили выступить спецпесню. Так, хорошо. Вы этим занимаетесь профессионально или так просто вас попросили? Ну так, попросили, да, мы первый раз тут вообще. Откуда сами? С Бабаева. Расскажите, вот, вообще любите свою родную землю? Да, очень. Вот вы смотрите, что вам не нравится? Ну, природа очень красивая, воздух чистый. Что-нибудь знаете вообще про репсов-то? Честно говоря, нет где-то. Ну, я сегодня как раз вот для таких, и проводятся в фестивале, чтобы подузнать, что это вообще за люди. То, что их у нас осталось очень-очень мало, а это народ, благодаря которому у нас вообще древнерусское государство наше появилось. Поэтому, а какая песня у вас будет? А, ой-ой, а какая песня у вас будет? Не помнил. Не помнил. Ну, помнил. Про ферму. Про ферму что-то вот такое. Природа тоже. А вы ее помните, да? Можете ее напить? Так, немного помнил. Так, немного помнил. Дорогие друзья, я вообще оказался в Малиннике. У нас такие девчонки классные. Вы вообще откуда такие? Из деревни Симошина. А, так это же вот. Да. А, то есть это мы вот с утра в 3 часа утра там из Володы поехали там на этих, на конях, там на лодках. А вы тут? Как вообще здесь живется в таком красивом, изумительном месте? Очень хорошо. Так. Природа красивая. Вообще, нормально. А как тебя зовут? Синия. Сюша, а ты вот расскажи про бусинки вот эти вот. У всех есть, потому что у той девочек чего-то нет. Ну, вот расскажи про бусинки. Эти бусы летут, ну, у всех лепсов они были. И их плетет наш классный руководитель. Да. То есть и продает, чтобы можете купить ее. Вот. И все лепсы их носили, они очень красивые. И типа, ну, пиздец. А как ту девочек вот зовут? Самую последнюю черненькую? Марина. А почему у Марины нету? Забыла. У нас забыла? Ну, ты проспала, наверное, да? Так, бывает нормально, я тоже бывает так просыпаю. Слушайте, а вот... Как вообще здесь живется, вот расскажите, потому что все-таки, ну, это действительно очень далеко как-то вот от всего. Замечательно. Нравится? Да. Здесь все-таки просто. А это здорово вообще, вот это вы чувствуете, что действительно, когда вы бываете в больших городах, например, вам как там, комфортно, некомфортно? Там некомфортно. Тут с подвоем. Здесь, вон. Здесь, вон. Здесь, вон. Здесь, вон. Здесь, вон. Здесь, вон. Это, это да. Тут много рек, озер на которых можно оккупаться, там, отдыхать. А что вы сегодня вообще приготовили, вот, для... столько людей собралось? Мы будем петь песню про деревню и также песню, переведенную с русского языка на вельский. Вот ее можете немножко, вот буквально, чуть-чуть. ПЕЙ КАШТАНИ РЯКИШЬ СЛУХАЮМРИЛАПСИШЬ И КЯДЫТИ КАК ЮХТЕСЬ ДАРИНГАТЕСЬ СЕАСТАСЬ И ДАРИМИЛЕБЯХА ОЛИ ШАРМАСМЯНИВ И ХЮВЕЛЬНУВНЫМИНИЮМРИКАЙК Девчонки, вам спасибо большое. Вы очень крутые. И сохраняйте вот эту вот, знаете, свою, не знаю, природную чистоту. Дай вам Бог вообще. А Марине не просыпать ей такие же выпустимки. Ну ладно, запорола нам кадр. А почему все-таки вепский народ, он постепенно, он как раз уже относится вот к этой группе. И ЮНЕСКО, он даже признан исчезающим народом. Местность, если бы в свое время были построены хорошие дороги, люди бы не уезжали, конечно бы остались. Но теперь нет работы. Уже все у нас и колхозы закрылись, и фирмы, соответственно. Даже вот в деревнях уже и скота не стало. Ну вот, я же прекрасно понимаю, что мы сегодня очень много видели детей в нарядах, да, вот в этих, в этнических, в народных таких. Даже если они там наполовину вепсы, или там вообще у них немножко этой крови, это все равно здорово, когда они помнят свои корни и поют эти песни даже если. Да, вот у нас благодаря еще школам, конечно, в Тимошинской школе преподают вепский язык. Вот у меня сын ходит, у них свой коллектив небольшой, но стараются как-то. Дома приходит, мама, вот как это я говорю, ты правильно, говорит, спела. Но это больше на энтузиасте держится, или нет? Ну, думаю, что да. Больше все-таки хочется вот что-то, чтобы нести в народ, как-то передать вот это что-то. Уже в нашем возрасте все равно какая-то ностальгия берет, вот, да, хочется. Вот вроде я уже здесь прожила больше, чем на родине, да, я оттуда уехала, мне было 14 лет. А здесь я уже с 19 лет, уже больше 30 лет как бы живу. Ну, тянет туда, хочется приехать в родительский дом. И даже вот какие-то моменты теперь начали поскальзывать, вот, песни сочиняем уже про жизнь, ту, которая у нас вот была, вот сегодня мы пели тоже это, собственного сочинения. Стихи тут писала, вот сын читал у меня, записывали мы тоже. Не знаю, мы стараемся, нам хочется сохранить. Лиза Васильевна, расскажите сейчас вообще о численности ВЕПСов. Я перед программой, конечно, подготовился, посмотрел Википедию. Ну, в принципе, это, наверное, естественно, то, что, ну, как бы меньше становится, да, людей, да. Вот расскажите сейчас вот, как обстоят дела. Ну, а на нашей территории на данный момент 230 ВЕПСов. Когда мы объединились в сельское поселение ВЕПСко-национальное в 2010 году, значит, у нас было 310 человек. То есть идет, ну, снижается количество ВЕПСов. Ну, и вообще на территории жителей у нас снижается, компактно у нас ВЕПСы проживают, в основном, это 6 деревень Пондала, местечко такое называется. Затем здесь Куя, есть часть Тимошина у нас и Горка деревни в основном в четырех деревнях. Они разговаривают на вебском языке, сохранены, обычаи, естественно, поверья сохранены. Все-таки язык-то сохраняется. И, как видите, вот праздник показывает, люди любят сюда ездить. То есть на эти праздники общаться. Вы вообще вас заметили буквально с того края. И у вас такой, во-первых, у вас здесь уютненько, вышло солнце, а у вас здесь так прям по-домашнему, уютно, хорошо. И, безусловно, вот то, что за вами находится, оно тоже такое очень домашнее и уютное. Вот расскажите об узорах, расскажите об этом замечательном линии. Ну, хотелось бы начать свой рассказ, конечно, от истоков, из чего вот это все сделано. Вот посмотрите, пожалуйста, я думаю, что вот самый главный элемент – это лен, который вот в настоящее время цветет. А у нас уже здесь и льноволокно, и льно 300, которое уже постояло, это прошлогоднее льно 300. Она вот выглядит так, вроде бы и неприличная, но зато из нее получается вот такое новое волокно, потом оно вычесывается определенными инструментами. И вот уже, пожалуйста, смотрите, что у нас получается. Из этой нитки кудельки мы перейдем к ниточку, а потом жидкем. Это вот из этого вот получается? Да, да, да. Ну, а вот как вы думаете, из такого серого-то белого? Я не знаю, как-то, как-то отбеливает. Вот из такого серого получается вот такое грубое волокно – это рукодер, он на каждый день. А вот эти полотенца праздничные. Нашим полотенцам более 100 лет. Они находятся в фондах Бабаевского краеведческого музея, а выбелены они щелоком. Щелок сначала варили, а потом уже выбеливали такую белую нить. Ну, и вот домотканое полотенце, когда хозяйка наткет зимними долгими вечерами, как правило, к Пасхе уже заканчивали ткачество. И выстилали красивое полотенце на снег мартовский. И, естественно, они под палящим солнцем мартовским выбеливались тоже, на лугах растилали, а вышивали красной нитью. И они у нас все праздничные, поэтому сохранились. Такие полотенца использовались только на какие-то обряды, обычаи. И каждый узор, орнамент определенное значение придает полотенцу. Вот, например, ром – это засеянное поле. Это пожелание хозяевам, или если оно использовалось в венчальном обряде, то молодоженам, лево в доме, достатка, благополучие для семьи. Вот этот узор – это древо жизни. Видите, оно постепенно обрастает. Родословные. Но обвязывались все, естественно, крючком и крошались кружевом. А вот это, думаете, что? Я тут, знаете, да. Хребти не давать кого-нибудь здесь. Нет, это утюг. Это утюг. Да, это утюг. Ткань мочили и раскатывали. И причем вот в ходе раскатывания этой ткани льняной, она еще и выбеливалась, потому что достаточно, как бы, вот даже покажи немножко. Вот она так и раскатывалась. И в ходе этого все грязные пятнышки, вот вся серость тоже уходила. Это береста у нас представлена. Береста привлекала внимание вепских умельцев тем, что при обработке она сохраняла свои свойства – мягкость, гибкость и прочность. Использование бересты у вепсов достигает особенно значительных размеров. Все подделки из бересты в местных условиях весьма удобны. Из бересты делается утварь самого разнообразного применения. Такие корзинки буквально можно соорудить было в лесу. Вот смотрите, я ее разберу. Вот береста снимала с дерева, брались два сучочка, расщеплялись. И вот вам, пожалуйста, можно и уку похлебать, и воды попить. Пожалуйста, я вам могу подарить такую. Да? Спасибо большое. Это все на заметку у нас. Как говорится, тары лишней не бывают. Мало ли, это не одноразовая посуда, а это вот много раз можно использовать. Да, это, да. И вообще, Владимир Ивановна, вот если бы у вас была сейчас возможность так вот раз так и свою жизнь прожить заново, что бы вы не поменяли и поменяли ли бы вообще? Ну, это не знаю вроде. Жизнь, мне кажется, не поменять. Значит, оно судьбой, так оно и будет. Суждено мне было в деревне прожить, я, значит, в деревне и прожила. Ну, вот нет никакого-то ощущения, что-то какой-то... Ну, вот если бы я была бы там, не знаю, в большом городе, это совершенно бы другая жизнь была бы была бы. Не думаю я. Есть жалости какой-то? Да нет. Есть сожаления там? Да нет. Мне в большом городе, мне кажется, не жить. Уже привыкли. Нет, не знаю. Ну, не каждому, наверное, как-то все это. Может, где-то мне не досталось счастья какого-то, но счастье мое в другом. Вот моя работа теперь меня не дополняет, как бы дети. Я думаю, что все нормально. О чем жалеть? Все нормально. Да. Ну, вот как вам, не знаю, правильно сказать. У нас вот у многих, да, молодых людей, слушаешь, которые живут, да, в Череповце, например, да, вот, друзей, например, дети. Говорят, ну, вы поняли, в деревню жить с удовольствием, если бы была здесь работа. Было бы как заработать, семью содержать. Вот многие жалеют просто, что вот и приезжают часто, и маме там помогают во всем именно что. Вот, не знаю. Ну, наверное, это такая одна из, вообще... Пословия у нас работы. Ну, это роль государства, на самом деле, о том, чтобы создавать рабочие места именно вот в этих маленьких населенных пунктах. И это, конечно, требует, понятно, что финансово, на самом деле, особенно это требует какой-то такой, просто воли. Сегодня, 8 июля, в нашей любимой стране отмечается День Любви и Верности. Как хранительница такого семейного своего очага, тем, может быть, молодым семьям или уже не очень молодым. Как сохранить в себе вот эту вот семейственность, ну, и сделать это как на русском, так и на вебском языке. Вот камера. Я желаю всем хорошей семьи, взаимопонимания, уважения друг к другу и, главное, доверия. И тогда будет все хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok